Здарова, жеужики! Вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет. Подпишитесь, нажмите на колокольчик. И это видео у нас в связи с тем, что Firaxis анонсировала выход Эфиопии Пэк. Давайте я это переведу как пакетик с Эфиопией. Мешочек. В общем, это следующий этап из Frontier Pass. Напомню, каждые два месяца будет выходить что-то новое. Для тех, кто купил полностью Frontier Pass, разработчики подготовили новые модельки для двух лидеров. Для Теодора Рузвельта и Катерины Демедичи. Собственно, вы их сейчас на экране видите. Точнее так, мы все думали, что будут только новые модельки, а разработчики еще и изменили им некоторые уникальные способности. Так, Теодор Рузвельт будет получать двух дополнительных послов при отправке в города-государство торговых караванов. У новой же Екатерины Демедичи вообще изменена уникальная способность. Теперь Театральные площади и Шато, уникальное улучшение Франции, получают дополнительную культуру за соседство с ресурсами роскоши. А в городе с построенной театральной площадью можно проводить уникальный проект. Видимо, это лучше перевести как придворный бал. И этот проект будет давать культуру и туризм в зависимости от количества ресурсов роскоши, которые есть у Франции. Уточню, что вот эти способности, они не заменяют те способности, которые сейчас есть у Теодора Рузвельта и Екатерины Демедичи. Это просто дополнительные вот такие модельки будут. То есть вы можете такую Екатерину Демедичи выбрать или такую. Тут у меня, конечно, возникает вопрос, а почему, собственно, не сделали просто других лидеров с такими способностями? Зачем надо заниматься теми же лидерами, но в другой одежде, что ли? Вот это действительно мне непонятно вообще. Ну и, наконец, переходим к новой цивилизации Эфиопии. Уникальная способность будет давать дополнительную веру за международные торговые пути. Что-то Эфиопия всегда в Циве какую-то дополнительную веру получает. Кроме того, в видео сказано, что у Эфиопии будут новые пути использования этой веры, которые позволят нам одержать культурную победу. Без подробностей. В видео было показано, что за веру купили музей. Ну, в принципе, это и так было возможно с определенными верованиями сделать. Видимо, это будет просто такая способность Эфиопии все покупать за веру. И прикиньте, на этом все. Это вся инфа по Эфиопии в этом видео. Потому что разработчики сказали, что они еще выпустят дополнительное видео с анонсом отдельной Эфиопии. Боже. Мне кажется, что Фераксис просто власть маркетологи захватили. Дальше нам показали новый район, дипломатический квартал. Он станет центром политики и международных отношений. Как я понял, по механике он будет давать дополнительные очки культуры за каждую делегацию или посольство иностранной цивилизации. Неужели, наконец-то, в сетевой игре игроки начнут посылать и принимать посольство друг друга? Кроме того, он снижает уровень активности вражеских шпионов в этом районе и районах, которые к нему прилегают. Ну, то бишь, в соседних клетках. То есть, видимо, это будет дополнительный такой элемент ромашки в будущем расположении районов. Как и правительственный район дипломатический может быть только один у каждой цивилизации. Дальше нам рассказывают о зданиях в этом районе. Консульство дает два дополнительных очка влияния, снижает уровень вражеских шпионов в этом городе на один, а также просто дает 4 золота, 4 науки и 2 веры. Здание канцелярия, видимо, так лучше перевести слово шенсеры, или, возможно, еще архив, дает 3 очка влияния в ход. А когда ваша цивилизация захватывает или убивает вражеского шпиона, то получает 50 науки за каждый уровень этого шпиона. Ну, это, видимо, на стандартной скорости. Я думаю, что на сетевой будет 25. Ну, и дополнительно просто еще 3 веры в ход. Вот это, кстати, интересное, конечно, нововведение. Это дипломатический район. Он действительно добавляет новый уровень игры. У меня, опять же, вопрос. Он будет доступен только тем, кто купил вот этот Frontier Pack. Если да, то, конечно, в сетевых играх народу придется раскошелиться, чтобы это дело прикупить. А вот дальше идут бонусы, которые получат даже те, кто не приобрел New Frontier Pass. Так, обладатели дополнений Gathering Storm и Rise and Fall получат доступ к механике тайных обществ. Если вы вступаете в тайное сообщество, то получаете определенные бонусы. Правда, создатели в видео говорят, что это решение нельзя отменить. И если вы вступили в тайное сообщество, то вы в нем будете до конца игры. После вступления в тайное сообщество вы получаете специального губернатора с четырьмя уникальными повышениями. Видимо, для каждого сообщества свой уникальный губернатор. Причем этого губернатора не надо будет назначать в город. Он как бы действует на весь мир сразу. И вот все повышения, которые вы ему даете, они влияют на все города вашей цивилизации. Какие же тайные сообщества будут? Совы Минервы. Кукловоды, которые привыкли плести свои заговоры в тени и добиваться своих целей при помощи шпионажа. Присоединившимся к ним вы получаете золотое хранилище. Это дает новое здание и те же преимущества, что и банк. Но при этом бонус к золоту от соседства вашего центра коммерции приносит также очки культуры. И вы получаете дополнительный торговый путь для городов с гаванью. Орден Гермеса ценит алхимию и оккультные знания. Секрет их успеха в теориях и изобретениях, которые другие сообщества считают всего лишь глупыми выдумками. Например, силовые линии. Это новый ресурс, который видят только участники Ордена Гермеса. И эти силовые линии будут давать стандартный бонус за соседство всем специализированным районам. Интересно, эти линии будут как-то рандомно появляться на карте? Или все-таки можно будет выбирать, где их расставлять? Потому что если рандомно, то, конечно, бонус такой на случайность. Кроме того, это сообщество дает бонус продуктивности каждый раз, когда вы получаете великого человека. Фиг знает, что это за бонус продуктивности. Видимо, какой-то процент к производству. Кроме того, вместо университета можно будет строить сообщество алхимиков, которое дает все те же самые бонусы, что и университет. Но вдобавок идут дополнительные очки великого торговца и великого инженера, а также дополнительные очки производства и золота, равные соседству кампуса. Ну, мне что-то кажется, что именно вот это сообщество все будут выбирать в итоге. Какие-то очень крутые бонусы. Следующее сообщество — глашатые бездны. Последователи темной религии, которые поклоняются древним богам и сеют хаос, чтобы держать врагов под контролем. Если вы присоединяетесь к ним, то можете строить обелиск старых богов, который заменяет монумент. Обладает теми же свойствами, что и обычный монумент, но дает дополнительно больше веры. Четыре веры в ход. И дополнительный слот для шедевра. Кроме того, глашатые в бездне есть уникальный юнит. Сектанты, которые покупаются за очки веры. Это, видимо, те же самые сектанты, которые потом в красной смерти с огромным человекоподобным роботом бегают. Их способность, расходуя заряд, вербовать последователей во вражеских городах. Таким образом, они снижают лояльность в этих городах, вызывая безумие у жителей. Ну и, наконец, последнее тайное сообщество — Кровавый Пакт. Это воинственная организация, которая лишает противников боевого духа, питаясь их кровью. Да, это, короче, вампиры. Присоединяясь к сообществу и открываясь уникальную боевую единицу вампиров, которые получают дополнительную боевую мощь, когда соседние с ними юниты умирают. Сами же вампиры в случае поражения не гибнут, а отступают в безопасное место с одним очком здоровья, после чего их можно полностью восстановить. На любой свободной клетке на вашей или нейтральной территории можно разместить замок вампира, который дает бонусы защиты и увеличивает производительность. Ну, судя по карте, два производства добавилось на клетке. Кроме того, в следующих эпохах эти замки можно использовать для телепортации юнитов, видимо, из одного замка в другой. В общем-то, это всё. Ну и, мягко говоря, мне вот эти тайные сообщества очень не нравятся, по той простой причине, что они ломают дух игры, делая из неё какую-то больше фэнтези-стратегию, чем игру про реальные цивилизации. Особенно наличие вампиров, это, по-моему, мрак какой-то. Ну, опять же, ваши впечатления жду в комментариях. Здорово, что механику дополнительную делают. Это интересно будет, действительно, эти тайные сообщества. Ну, блин, вампиры, серьёзно. Будем играть за мапучи вампиров или за русских сектантов? Сделаем. Я сразу сектанта отцом Сергием с Хиегуменом Сергием назову и пойду монастырь в Екатеринбурге захватывать. Ладно, в общем, спасибо, что досмотрели до конца. Жду ваших впечатлений в комментариях. Играйте в умные игры, всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своём экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok